Привет! Если вдуматься, никто не нанес человечеству столько вреда, как кино и искусство. Речь даже не о пропагандистских фильмах, заставляющих целые нации чувствовать себя лучше других и запускавших маховик войны. Это понятное, открытое, честное зло. Я не об этом вреде. Возьмем, к примеру, такой безобидный жанр, как романтическая комедия. На первый взгляд безобидный. Сколько нежных романтических героев он принес миру, сколько радости подарил, сколько замечательных образцов взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но замечательных ли? Возможно ли подсчитать количество людей, живущих в одиночестве, из-за того, что встречаемые ими на их жизненном пути люди не соответствуют их романтическим представлениям, полученным из этих самых романтических фильмов или книг? Сколько женщин ищет прекрасных принцев на белом коне или без, которые, если честно признаться, в жизни встречаются чуть чаще розовых единорогов? Сколько мужчин хотят видеть рядом с собой не живых женщин, а сказочных принцесс? Сколько судеб разбито из-за несоответствия людей сказочным, красивым, очень галантным, замечательным во всех отношениях, но все же сказочным героем? Сколько идиотских образцов для подражания подарило нам то же кино? Отдать жизнь за... Не важно даже за что, главное быть готовым умереть. Жить, надо жить, надо ценить каждую жизнь, а не гордиться смертью. Жить для людей, а не умирать для них. Что за страшное проклятие, какой-то адский талант, который убеждает людей, что убийство, насилие, смерть несут хорошее. Смерть это смерть, убийство это убийство, насилие это насилие. Наверное, без всего этого жизни нет, наверное, без этого нельзя, я не идеалист, но можно без героизации всего этого. Можно не гордиться миллионными жертвами, сожалеть, но не гордиться. Можно не гордиться убитыми врагами. Если убийство необходимость, допустим, что это так, но это тема отдельного разговора, то можно не снимать про это героические фильмы. Или романтизация алкоголя, все эти задушевные песенки про рюмочки, стопочки, соточки и тому подобное. Или фильмы, в которых очаровательные алкаши ведут себя мило и очень смешно. Про это и замечательный рассказ Джерома Клапки Джерома. Сколько людей спились, поддавшись этому романтичному, обволакивающему образу. Алкаш это алкаш. Он тупой, быдловатый, у него слюни неконтролируемо текут изо рта. Ничего романтического тут нет. Это страшный и опасный порог. Искусство – самый сильный и самый опасный вид оружия. Оно порабощает народы, государства, людей. Некоторые люди, вы знаете о ком я говорю, видят в искусстве эдакую блажь. Типа какие-то женственные режиссеры или актеры играют какие-то пьески для романтических женщин. Но они даже не догадываются, что их образ мужественных гвардейцев, замечательно храбрых и честных чекистов создан искусственно. Это и есть то самое искусство, с помощью которого их переформатировали, и теперь они все-таки героические. И, конечно, не только их. Миллионы людей уверены в честности, храбрости, всеобщей прекрасности чекистов, солдат, офицеров, милиционеров. Хотя, оглянувшись критически осмыслив действительность, они бы поняли, что автослесари или продавцы в магазинах ничем не лучше милиционеров. Тоже есть честные и вороватые, храбрые и трусливые, умные и глупые. Счастье, что некоторые тираны и злодеи не понимают силы искусства, и поэтому часто относятся к нему пренебрежительно. Хотя, вряд ли они смогли бы воспользоваться этой силой сполна, потому что искусство – это сила свободных, сильных и умных. И если писатель, режиссер или актер не верит в те идеи, которые он пропагандирует, то произведение у него будет так себе. Впрочем, на необразованную, не критически настроенную массу людей даже средние произведения действуют великолепно. К сожалению. Подписывайтесь. Все такое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok